Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Тарасенко. Я к вам очень сложно добиралась из Омска. Оказывается, из Омска в Пензу не так просто добраться. Если не на поезде, то только через Москву, без вариантов. У нас логистическая страна очень интересно устроена. Мы сегодня разговаривали с докладчиками, что у нас все идет через одно место. Все это место знают. Называется логистическая. Ладно, значит, в принципе, ягни все знают, что такое, или надо пояснить. На самом деле мы до него доберемся, конечно. Есть такой набор программирования стандартных принципов. Кисть, ягни и так далее. Keep it simple, stupid. Кисть, ягни, you ain't gonna need it. Причем он здесь. Он обычно используется для программирования, и в программировании он примерно следующее означает. Не закладывайтесь на будущее, когда это будущее случится, тогда и будете писать супер-универсальный код. А вначале не надо об этом думать, а то вдруг его еще выбросят. Но это вот, если говорить о принципе с точки зрения программирования. А про управление проектами сейчас, собственно, обсудим. Я когда стала замечать даты своей жизни, я поняла, что они почему-то все как-то с девяткой связаны на конце. Так получилось. Я некоторое время преподавала в университете, довольно долго. Вообще я с 99-го года как начала преподавать, это преподаю до сих пор. Но еще с 2003 года я работаю программистом, и с 2009 года занимаюсь заказной разработкой. И, собственно, сейчас руковожу уже компанией, которая с 2010 года занимается заказной разработкой. И для нас одна из самых больных тем при общении с заказчиком – это как все посчитать. Сроки, деньги, и как потом сделать так, чтобы мы за эти сроки и деньги не вышли. Потому что заказчик, естественно, хочет, чтобы все было вовремя и в определенные деньги. И мы тоже, в принципе, этого хотим, потому что если мы начинаем затягивать срок за те же деньги, нам это невыгодно по понятным причинам. Значит, как выглядит у нас классическая разработка аутсорсинга, аутстаффинг, там все что угодно. У вас есть какой-то набор людей, вы продаете часы. Например. Один из вариантов, что можно делать. Вы объясняете заказчику, что час вашего разработчика стоит xxx долларов, значит, или там рублей, в зависимости от того, с кем и на какой территории вы работаете. И дальше ваша основная задача – объяснить ему, почему именно столько часов потребуется для реализации того, что он просит. Соответственно, как вы можете увеличивать прибыль компании? Вы можете просто нанимать больше людей. Потому что у вас каждый новый разработчик начинает приносить определенное количество денег в час, и вроде бы все хорошо. То есть у нас в зависимости от количества разработчиков наш доход – не прибыль, а доход. То есть те деньги, которые поступают на вход, они растут линейно. Но дальше начинается интересное. То есть если мы растем, у нас появляется управленческий персонал, всякого разного рода учет, всякие HR, бог знает кто еще. И, соответственно, мы уже не можем эту зависимость, линейную прибыли от дохода сохранить. То есть у нас ее не будет. И можно, в принципе, дойти до такого состояния, что будет ноль. Какие выходы из этого порочного круга? Ну, можно попробовать увеличить стоимость часа. Если вы работаете с каким-то заказчиком долго, попробуйте увеличить стоимость часа этому заказчику. То есть какие у нас типовые проблемы вообще вот в этой заказной разработке, когда мы тарифицируем часы? Во-первых, никто никогда точно не может сказать, что сколько часов займет. Мне просто интересно, в зале есть какой-нибудь человек, который всегда дает абсолютно точные оценки в часах и всегда в них укладывается? Ну вот, я так и знала. Я все хочу найти этого человека и поговорить с ним. Может быть, он мне наконец расскажет, как это делается. А заказчик-то этого хочет. То есть вот буквально вчера я разговаривала с заказчиком, который задает мне вопрос. Подождите, если вы знаете задачу, почему вы не можете сказать, сколько времени она займет? Там же все понятно в этой задаче. Ну, это ему кажется, что все понятно. Ну, про стоимость часа я уже сказала. То есть вам очень сложно эту стоимость часа поднять, особенно если вы с заказчиком работаете давно. И очень сложно при такой почасовой работе обосновывать стоимость всяких типа дополнительных работ. Ой, нам тут надо порефакторить, иначе что? А иначе следующая фича займет больше времени. Ну вот, а почему вы сразу так плохо написали вопрос? Ну и так далее. То есть там, я думаю, что кто такие переговоры вел, тот примерно представляет. Дальше мы все время пляшем вокруг этого вопроса. Почему столько? Почему много? Потому что мы продаем не результат, мы продаем затраченное время. Есть еще один парадокс в разработке при продаже часов. Вам невыгодно сокращать время. Если вы вдруг повышаете свою квалификацию настолько, что вы можете делать что-то в два раза быстрее, вам это невыгодно. Вот такая вот глупость. То есть рост квалификации никому не нужен. Значит, заказчик-то чего хочет? Он хочет, чтобы мы ему точно сказали, когда все будет готово, сколько это будет стоить, желательно точно. И при этом он еще хочет, чтобы весь список требований, которые он принес, был полностью реализован. Ну то есть это вот у него такая мечта. А еще он хочет, чтобы вы ему очень быстро отвечали, сколько и когда. То есть он вам принес большой список вот такой толщины, а вы ему вот должны завтра сказать. И потом еще попасть в этот вопрос. Ну это вот чего он хочет. На самом деле, если внимательно посмотреть, то третий пункт, он на самом деле не такой. На самом деле он хочет менять все время что-то, но чтобы сроки и деньги при этом оставались. А еще он хочет, чтобы когда он что-то поменял, сроки и деньги не плыли. То есть он вроде бы декларирует сначала, нет-нет-нет, я все написал, вот, пожалуйста, сделайте мне ровно то, что здесь написано, и я буду счастлив. Но по факту-то нет. И я сразу скажу, что пытаться бороться с этой проблемой и заставлять заказчиков выкатывать полный список фич с самого начала просто не нужно. Программисты, как правило, стонут. Ну почему он сразу этого не сказал? Почему это выяснилось только сейчас? И так далее. Смиритесь с этим уже навсегда. Это реальность. Сейчас все настолько быстро меняется. Ответ на вопрос очень простой. А он не знал. Потому что вчера на рынке не было конкурентов. Вчера не появился этот смартфон или там еще что-то. То есть все требования изначально знать не может никто. С этой реальностью нужно просто смириться и дальше изобретать методы, как с этим жить. И оставаться при этом с деньгами, с хорошей кармой и спать по ночам спокойно. Вот и все, что мы хотим получить. Обычно, если начинается работа над Fixed Price проектом, когда вы заказчику обещали, что вот столько это займет, ну, обычно там выстраивается какой-то waterfall, там какой-то долгий-долгий процесс. Сначала мы все требования описываем, потом мы там проектируем, потом ля-ля-ля, потом мы пытаемся все это зафиксить, потому что... И в конце у нас подэдлайн. Ну, на самом деле, вот эту команду, вот этот урод затягивает. И вот именно вот эта фаза, она растягивается на непрегнозируемое время. То есть выкатываете там баги, фиксите баги, опять выкатываете, опять новые баги и так далее. То есть типичные проблемы я уже, в принципе, сказала. Второй пункт интересен. Часто бывает так, что если вы требования, озвученные полгода назад, сохраняете в неизменном виде, вы наносите проекту вред. Особенно это верно для всяких стартапов. В стартапе вообще никогда нельзя никакие требования зафиксировать. Он на то есть стартап. Если вы посмотрите с точки зрения бизнеса, как учат стартаперов, там нет ничего постоянного. Все, чему их учат, это очень короткие циклы обратной связи. Быстренько попробовать, понять то или не то, и либо выбросить, либо продолжать. И ровно тоже должно быть справедливо и для кода, если у вас особенно стартап. В каких отраслях мы можем все выписать заранее? Пожалуй, только если вы работаете с военкой или у вас отрасль очень-очень зарегламентирована, где все ГОСТы, все-все-все прописано, там, я не знаю, документы 40 лет не менялись, и там написано абсолютно все. Если вы работаете в такой отрасли, то, может быть, у вас есть шанс сесть и за год сделать КЗ. Дальше есть еще проблема. Эту проблему озвучивал мой коллега в соседнем зале, вот на предыдущем докладе, о том, что, как правило, на практически всех проектах, когда у вас начинает расти количество строк кода, у вас экспоненциально растет время на внесение изменений. Потому что, когда вы вносите изменения, вам нужно проверить, не задело ли оно что-нибудь в том, что уже было написано до этого. А оно, как правило, что-нибудь задевает. Я не буду просить поднимать руку, но всегда в зале находятся люди, которые отвечают на вопрос, было ли так, что вы поправили в ходе одну строчку и вылезло совершенно непонятно что в другом месте. Почти всегда лес рук. Недавно была проблема известная тем, кто особенно работает с Node.js, но все про нее слышали, потому что весь хабр взорвался. В NPM удалили маленькую несчастную фигню, которая добавляла пробелы слева к строчке. И выяснилось, что, черт подери, все репозитории вообще у всех проектов зависели от этого маленького кусочка кода. Бедный автор, мне кажется, там не спал несколько ночей, его проклинали все. А проблема в чем? В том, что в ходе, как правило, очень много зависимости. И для того, чтобы новую функциональность внести или поменять бизнес-логику, вам нужно все-все-все эти зависимости перетестировать. Отсюда идет экспоненциальный рост, и отсюда, собственно, у нас идет невозможность оценки. То есть если вы будете пытаться точно оценить что-то в часах, вы эту экспоненту не поймаете. То есть сложно будет понять, какой там у нее коэффициент. Что делают с этим обычно? Давайте поделим все на короткие итерации. Чем итерации нам помогают? Они помогают убить экспоненту. Ну, то есть на более длинном промежутке времени у нее рост круче. Если мы побьем на маленькие кусочки, у нас есть шанс сделать так, чтобы наша оценка была где-то близка к линейной все-таки. Поэтому итерации вроде как вывозят. Но опять же, на какой вопрос здесь нельзя ответить? Сколько потребуется итераций? То есть вопрос-то тот же самый. А сколько и когда? Поэтому когда вот там скрам, не скрам, там что-нибудь, да? А итерации-то сколько потребуют? А никто не знает. Давайте мы вот с вами пойдем, значит, будем постепенно там все это делать. Ну и когда мы продукты делаем, тогда остановимся. Обычно это как-то так происходит. Как еще менеджеры пытаются уберечься? Давайте умножим все на пи. Ну, это стандартная ситуация. Разработчик принес оценку, менеджер ее всегда умножает на пи. Разработчику тоже говорит, ты перезаложись на риски. Разработчик, когда на риски перезакладывается, он добавляет процентов 30. Ну, там, может, 50. Потом менеджер умножает на пи, вот такой срок несется заказчику. Дальше заказчик говорит, почему так долго? Почему так, значит, это самое? Менеджер начинает с ним торговаться. И иногда бывает, что, в общем, эта граница сдвигается немножко не туда. И даже оценки разработчика и то могут быть подвинуты очень сильно. Ну, и плюс еще есть там куча методов. Вот рекомендую посмотреть про вероятностные оценки сроков и рисков. Доклад был Макса Дорофеева, по-моему, 2011 года, где он людей снижинок, собственно, ввел. Он там рассказывал про карты Шухарта и про вероятностные кривые, там нормальное распределение и все остальное. То есть вероятность того, что мы закончим проект к сроку X, 80%. Понятно, что 100% это только бесконечность. Тут без вариантов. Ну и там всякие скрамы и все остальное. Почему это как бы принимается за решение? Потому что быстрая обратная связь, потому что заказчик вроде бы в курсе. То есть что декларирует Agile? Люди важнее процессов, там, значит, работающий ход важнее документации, там и все остальное. Это для чего? Это просто для того, чтобы заказчик верил, что все идет хорошо. То есть это такая пилюля для заказчика. Он все время видит результат, там все здорово, все классно, но ответить на вопрос, когда это закончится, ему не может все равно никто. Но тут есть, опять же, одна не то что проблема. То есть с этим, возможно, не надо бороться. Почему? Потому что если у вас проект закончился, он умер. Ну вот кто в продуктовых компаниях работает, который постоянно развивает продукт, он не может закончиться. Это понятно. Поэтому здесь этот вопрос не задают. Но здесь, как правило, задают вопрос по каждой фиче. То есть когда она будет сделана, сколько это мне будет стоить. Но там уже проще это обсуждать, потому что, в принципе, все понимают, что проект бесконечный. Как только разработка остановится, остановится весь продукт, потому что он на этом основан. Со скрамом мы пробовали работать. И, в общем-то, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это то, что я рассказывала на конференциях три года назад. То есть это вот то понимание, которое было у нас три года назад. Мы взяли что-то из скрама, мы попробовали, мы поняли, что очень сложно программистов собирать на дейли стендапы, потому что их надо проводить утром. Утром все опаздывают. Там половина вообще работает во второй половине дня. И так далее. И это просто боль. То есть всегда находятся какие-то люди, которые туда не ходят. А потом начинается, а вы мне не сказали, что надо было сделать, я не знал, и так далее. Поэтому в чистом виде мы вот скрам применять перестали, но мы из него кое-что взяли. То есть, по сути, вот почему я написала лечение симптомов? Там дальше я в конце поясню, какое все-таки может быть решение для всего этого. Но, по сути, все эти итерации, все остальное, это мы действительно лечим симптомы. То есть мы просто пытаемся убедить заказчика в том, что так лучше, ему так все понятно и так далее. Из скрама мы, по сути, взяли что? Мы взяли работу с критериями приемки, которые составляются вместе с заказчиками. Вот работу с этим юзер-стори, там все вот эти вещи. То есть вместо документации как бы на продукт изначально идут вот эти вот истории и критерии. Документацию писать имеет смысл тогда, когда фича подтверждена практикой, то есть она уже на сайте, ей пользуются, и пользователи, ну, как бы, голосуют за нее рублем. То есть она всем нужна. После этого имеет смысл действительно сесть там, все как-то это подробно описать. Пока мы пробуем, нам кроме критериев приемки, которые, может быть, написаны вообще даже на стикере, ничего не нужно. Может быть, мы ее выбросим завтра, потому что пользователи при E-B-тестировании скажут, что им эта фича не нужна, а нужна куда? Ну и вот эти вот вещи, плейнг покер и ретроспективы, это очень полезные штуки. Ретроспективы – это вообще одна из самых полезных штук, которая может быть. И кто их до сих пор у себя не проводит, очень рекомендую. На ретроспективах всегда вылазит такое, о чем вы даже подумать не могли. Но ретроспективы для того, чтобы проводить, нужна очень большая честность и доверие в команде. То есть нужно, чтобы любой член команды не боялся сказать о том, что есть проблема, чтобы его за это не зачморили все остальные, чтобы менеджер его не наказал, там, KPI ему не понизил, там, или еще что-то. То есть чтобы все могли честно высказываться. И самое главное на ретроспективе – не переходить на личности. Это тоже очень сложно удается людям. То есть если там начинается срач, там, это виноват Вася, нет, это виноват Петя, это уже не ретроспектива. То есть задача ретроспективы – озвучить, какие у нас были проблемы в течение операции, значит, что мы делали хорошо, лучше, чем в прошлый раз, желательно. И какие предложения, что мы с этим будем делать. То есть обсуждаем проблемы, а не людей. Даже если проблема в том, что кто-то опаздывает, это можно сказать, да, что вот из-за того, что опаздывает, возникает вот такая проблема. И вовсе не обязательно, что она решается, например, наказанием этого человека. Возможно, надо просто митинг на час сдвинуть, или еще что-нибудь там будет. То есть может быть решение другое. Ну и что касается пленнинг-покера, то здесь тоже кто пробовал, это позволяет просто выявить некоторые проблемы на этапе обсуждения задач. То есть если у вас два человека вытаскивают оценки очень далеко расходящиеся друг от друга, это обсуждается, и один рассказывает, почему это можно сделать быстрее, потому что он знает какой-то способ, а другой рассказывает, какую проблему он в этом видит, и, возможно, ее не видит больше никто, кроме него. Как минимум надо выслушать. То есть это вот полезные вещи. К чему мы вообще шли-то? Собственно, ради чего мы пытаемся какие-то применять методы там? Так-то просто сиди там, деньги за часы отжимай и радуйся. Но нас вот это не радует, мы как-то любим делать какие-то хорошие, полезные вещи. То есть мы любим, чтобы наши заказчики радовались тому, что у них получилось, любим, чтобы пользователи радовались тому, что мы сделали, чтобы мы могли с гордостью говорить, что вот мы сделали вот то или вот это. Правда, у нас почти всегда получается, что все проекты под NDA, потому что мы часто делаем внутренние сервисы для кого-то. То есть очень многие компании, которые адсорсят нам разработку, они никому не рассказывают о том, что эту разработку они сами делали. Поэтому не всегда есть что показать, это вот одна из наших болей. Ну и заказчик хочет, чтобы все делалось в сроку в бюджет. Вот как это решить? То есть мы вот этого хотим, а что делать-то? Значит, вот мы взяли некий принцип, который был когда-то придуман, по-моему, в студии Лебедева, если я не ошибаюсь, и даже у них, по-моему, на сайте это выставлено, FFF методология, да, то есть мы не пытаемся оценить. Горбунов работал тогда у Лебедева, сейчас он в своей студии работает, да. То есть, по-моему, это было придумано, когда он еще у Лебедева работал. Там, как правило, вот в таких вещах очень сложно сказать, кто автор. Это часто рождается вот на общем каком-то разговоре, и потом очень сложно авторство какому-то одному человеку присвоить. Вот, значит, мы работаем со стартапами чаще, всего. Сейчас. Раньше мы в основном работали со всякими интернал-сервисами, сейчас мы стараемся работать со стартапами. И стартапы очень хорошо понимают, что такое MVP, минимально жизнеспособный продукт. Им это не надо объяснять, особенно если они уже там прокачаны где-нибудь в акселераторе, книжек начитались, там всяких умных, Стива Бланка, там еще кого-то. Им такие вещи объяснять не надо. Мы с ними быстро находим общий язык и говорим, ребята, мы не должны вести разработку больше, чем два месяца. Вот все. Если вы хотите вот такую гору всяких фич, выкидывайте что-то. Без вариантов. То есть вот он, я к ней пошел. Давайте решать, от чего отказаться. Другого варианта просто нет. То есть вот та мечта, которая была в самом начале у заказчика, давайте сделаем все, что я хочу, но точно все оценим. Это сделать в принципе нельзя. Поэтому, значит, все, что мы здесь можем делать, это ограничивать функционал. То есть мы можем обещать ему срок, гарантировать, мы можем гарантировать ему деньги, но функциональность будет плавать. При этом стартаперы с этим согласны на 100%, потому что они прекрасно понимают, что они будут пробовать и от чего-то отказываться. Пробовать и от чего-то отказываться. Поэтому все, что мы можем им предлагать, это делать, это как можно быстрее, как можно дешевле. Это то, чтобы выбрасывать потом не жалко было. И вот эти два вопроса, зачем нужна эта фича и что произойдет, если ее не будет, либо она выйдет позже, это очень важный вопрос, их нужно постоянно задавать, потому что часто у заказчика нет ответа на эти вопросы. Вчера у нас был как раз разговор с одним из заказчиков на эту тему. У него есть, значит, три хотелки, и они все важны одинаково. Вот все. Ну, все равно надо с какой-то начать. Почему ты считаешь, что вот это нужно? Я верю. Ну, то есть мы вот за счет изучения всяких вот этих стартаперских книжек там, походов на мероприятия, общения с фри, например, там еще с кем-то, мы уже довольно неплохо в этой теме прокачались, и я стараюсь им подсовывать там всякие статейки, какие-то ссылки на материалы, где они могут прочитать, что так не делается. Не нужно верить, нужно спросить у пользователей. Ну, не в смысле провести фокус-группу и заранее спросить, а в смысле попробовать. Если пользователям зашло, продолжаем, не зашло, выкинули, делаем что-то следующее. То есть никогда заранее никто не может сказать, вот если вы делаете какой-то публичный сайт, да, для пользователей, что именно зайдет, что не зайдет. Я еще видела пример, как делает СКБ-контур, например, в контур-бухгалтерии. Они на странице делают несколько местечек, в которые можно тыкнуть и проголосовать за какую-то фичу. То есть там написано, мы планируем сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Кликните, если вам это нужно. И потом просто считают, куда народ больше всего кликнул, и делают это первым. То есть заказчик никогда этого не знает и знать не может. Если продукт делается для пользователей. Опять же, если он сам не пользователь. Да даже если он сам пользователь, это один голос против миллионов. Опять же, пользователь может написать один сообщение. Давайте сделаем вот это. На сайте там пользователей 20 тысяч, один написал, давайте сделаем. Заказчик сразу прибегает. Давайте сделаем, вот пользователи этого хотят. Один пользователь из 20 тысяч написал. Это не значит, что надо сразу кидаться и это делать. Поэтому мы стараемся заказчику по максимуму объяснить, но, естественно, обоснованным это всегда экономия денег. Этот язык очень хорошо работает для заказчика, то есть мы ему объясняем, что мы его же деньги пытаемся сэкономить. Если делается что-то в корзину, то он за это заплатит, а по факту оно может не взлететь. Но иногда вот на это вы получаете ответ следующего содержания. Я уже отослал эту презентацию, там, не знаю, кому-то, она уже понравилась и к такому-то сроку от меня ждут, чтобы это было. Ну, все. Тогда без вариантов. То есть если мы получаем такой ответ, тогда нужно задать вопросы про какие-то другие фичи, которые мешают нам сейчас сделать это. Может быть, нужно их отодвинуть тогда. В любом случае что-то придется. Дальше пошли инструменты, которые мы стараемся применять с новым заказчиком, с каждым. То есть link canvas, можно зайти на сайт link canvas.com. Там он раньше был открыт, им уже было просто зайти, заполнить этот canvas. Я сейчас его делаю вообще в Google Docs, сделаю себе спритшитик такого формата и просто туда загоняю. То есть что это такое? Это описание бизнес-модели. То есть кто наши пользователи, какие у них проблемы, какие сейчас существуют решения для этих проблем. как мы собираемся эти проблемы решать? Кто будут наши самые первые пользователи? На ком мы альфа-версию будем обкатывать? Какое наше уникальное торговое предложение? Уникальное ценностное предложение? Откуда мы будем деньги получать? За что вы будете платить? Какие каналы продвижения? Какие ключевые метрики? Как вы будете понимать, проект успешен или нет? Если у заказчиков нет ответа на все эти вещи, у вас будут проблемы, потом в работе с ними. Если он очень плохо представляет себе, какая целевая аудитория продукта, что он этим продуктом делает, не изучил рынок, конкурентов не изучил, потом проблемы начнутся у вас. Потому что у него в какой-то момент закончатся деньги или терпение, или еще что-нибудь у него закончится. А виноваты будете вы, естественно. А кто еще? Не он же виноват, он-то молодец. Дальше мы пытаемся каким-то образом понять, кто наши пользователи. Есть такой метод персон, то есть вы его описываете прямо как живого. Что это там менеджер Вася, ему 26 лет, он ездит на работу на велосипеде, у него дома кошка, там он не женат, увлекается тем-то, тем-то. То есть вам нужны портреты типичных пользователей. Зачем они нужны? Для того, чтобы, когда вы будете что-то делать на сайте, особенно если это касается пользовательского опыта, user experience, вы представьте себе его и поймите, как он на это отреагирует. Опять же, это гипотеза, что этот человек будет таким. Мы с этими гипотезами выходим, но поскольку мы выходим с MVP у нас всего два месяца, мы выходим, запускаем, а дальше мы смотрим Яндекс.Метрику, например. Там действительно такие Вася или какие-то не такие? И вдруг выясняется, что аудитория сайта домохозяйки 45 лет. Все, концепция сменилась, нужно все переделывать. Но заранее этого никто не знал. Ну, то есть, это вот тоже наше предположение, а дальше пойдет коррекция. Именно по этой причине нужно выкатить как можно раньше, чтобы эту обратную связь получить как можно раньше и потратить как можно меньше денег. Особенно, если деньги ваши, стартап ваш. Все же мечтают сделать, что и стартапы, это известно. Дальше еще есть такая методика импакт-маппинг. Я тоже сейчас не буду сильно глубоко в нее погружаться. Вы все эти термины можете погуглить потом и почитать. Саша Бенди очень хорошо про нее рассказывает. Он в Челябинске живет, он ездит на разные конференции, в том числе у себя много выступает. У него очень много всяких видеозаписей, презентаций, ссылок на книги, то есть можете там поискать. Здесь был пример про сайт какой-то игры, что вот наша цель один миллион игроков. Ну и дальше расписывается, кто у нас тут заинтересованные люди, какие у них могут быть цели. И звездочки расставляются в зависимости от того, насколько для этой роли то, что мы для нее можем сделать, важно для нашей цели. И первым делается именно то, что помогает нам привести, нас привести к ключевой цели, а не что-то другое. То есть просто красиво, все так делают. Это все не аргументы вообще. Дальше мы делаем стори маппинг вместе с заказчиком. По возможности, если, ну, нам довольно редко удается поработать с заказчиком из Омска, они у нас в основном где-нибудь в Америках живут. Вот. И тем не менее, все равно можно эти вещи делать, там по скайпу созваниваться, еще как-то. То есть если вам повезло, и ваш заказчик может прийти в ваш офис, или вы можете прийти в его офис, даже лучше, чтобы вы пришли в его офис, то можно это делать на доске со стикерами. Это самый классный способ, вот, как это все провернуть. То есть описываются ключевые цели, вот те с импакт-маппинга. Дальше мы описываем, ну, основную активность, которая может к этим целям привести. Пользовательская история. И дальше мы, ну, то есть клеится стикер, на котором написана пользовательская история. Я как пользователь хочу, там, не знаю, зарегистрироваться на сайте через ВКонтакте. Вот. Дальше мы подклеиваем под этим стикером стикер, на котором написана самая минимальная реализация, какая здесь только может быть. Вот. Самая тупая. Самая простая. Потом тратится еще некоторое время на то, чтобы сюда подклеить, а как это можно развить. Вот. И таким образом мы некоторое количество вот основных пользовательских историй упорядоченных по приоритету. Обязательно, то есть здесь самое важное, здесь самое неважное. Мы наклеиваем. Дальше мы где-то проводим границу, говорим, что вот это можно в два месяца успеть, дальше уже не влезем. Естественно, берем с запасом по понятным причинам, потому что все это будет меняться в процессе. И вот эти минимальные реализации, как правило, и входят в минимальный жизнеспособный продукт. Мы не делаем полный дизайн, бутстрак, еще что-то. Ну, то есть вот ограничиваем вообще все, что можно. Тоже про юзер-сторис, маппинг можете почитать, более подробно там это все описано. Значит, кастомер-жорни мы сейчас практически не делаем. У нас вот сейчас пара проектов есть, которые к нам пришли от профессионалов в этом деле, которые делают это за нас. То есть они как раз специалисты в юзер-экспириенс, и все эти вещи они там продумывают, проделывают, то есть они прототипируют страницы и представляют себе Васю и смотрят, сколько ему надо сделать действий для того, чтобы получить то, что он хотел. Например, он хочет зарегистрироваться на сайте. Если вы для регистрации на сайте предлагаете человеку пройти через 2-3 страницы и заполнить форму на 20 полей, все, он никогда этого не сделает. То есть в идеале там регистрация должна быть в один клик через соцсеть, там еще как-то, то есть вам его надо как-то взять быстренько, а дальше уже потом разберетесь. Ну, то есть, в общем, здесь смысл такой, что вы пытаетесь понять, насколько сложно человеку продраться через вашу навигацию и дойти до цели, и какова его мотивация переходить по следующей ссылке. Вот он вообще этого захочет или нет. И если выяснится, что до целевого действия ведет 5-6 ссылок, это уже очень плохо. Прототипируем интерфейсы. Вообще на бумаге желательно поначалу. Очень дешевый способ, то есть берется лист бумаги, на него клеятся стикеры, берутся ножницы, берется ручка, и очень-очень быстро вместе с заказчиком можно все это проделать. Еще очень хорошо поиграть в это. То есть вы ему ничего не объясняете, кладете лист, он смотрит, пытается что-то делать, тыкает куда-то пальцем, вы ему подкладываете какие-то всплывающие окошки, которые здесь появятся, если он вот сюда ткнет, еще что-то. Кнопки какие-то там у вас меняются, вы их тут же заменяете на лету. Если вы что-то не предусмотрели, можно тут же дорисовать, быстро подложить. И он комментирует происходящее. Он говорит, что ой, что-то я не понял, а это вот что такое. Или тыкает в то, что не является кнопкой и так далее. Все это должно фиксироваться. То есть должен быть специальный человек, который все это записывает. Зачем все это делается? Для того, чтобы снять максимум рисков потом, когда вы покажете это реальным пользователям. Есть еще такая штука, коридорный тест. Покажите потом этот прототип еще двум-трем людям. Желательно близким к целевой группе. То есть сам по себе заказчик, еще раз подчеркну, не может решать все. Если будут пользоваться пользователи другие, не факт, что он знает. Но, по крайней мере, непонятности интерфейса вы можете легко выявить. Если вы уже так не сделали, а у вас сайт уже в продакшене, идите, посмотрите веб-визор Яндекс.Метри. Обязательно зацепите его и обязательно идите и посмотрите. Мы пару раз так сайт переделывали практически полностью всю навигацию, потому что мы видели, что пользователь доходит до какого-то места и уходит. Они не понимают, что дальше делать. А еще тыкают в то, что кнопками не является, потому что они ожидают там что-то увидеть. И мы в какой-то момент, у нас там был один сайт, журнала про моду, и там был шильдик 18+. Все на него тыкали. Ну и мы туда пасхалочку повесили, ну просто чтобы людям приятно было. Потому что все хотели там что-то увидеть. В общем, вот этот принцип здесь кругом. То есть вы должны как можно раньше узнать, что у вас где-то есть проблема. И внезапно, сюрприз может быть для каких-то программистов, все вот эти интерфейсные дела в сто раз важнее, чем структура данных, которую вы хотите придумать. Про структуру данных это вообще вопрос отдельный. Я вам очень рекомендую посмотреть, если вы разработчики или менеджеры, посмотреть доклад моего коллеги Евгения Тюменцева, который в предыдущем, ну в другом зале был предыдущий доклад у него. Посмотрите потом на видео обязательно. Потому что он объясняет, как вообще жить без структуры. Потому что это все не важно. Поменяется все. То есть пользователи все поменяют. Все ваши первоначальные гипотезы разлетятся вдрызг. Ну и, собственно, что мы можем сделать? Во-первых, у нас всегда должен быть список приоритетов. Задачи всегда должны быть линейно упорядочены. Мы не можем делать три задачи одновременно. Ну, можем, конечно, но не на этапе MVP. То есть, когда у нас продукт уже устоявшийся, естественно, мы можем параллельно делать несколько новых фич. Это нормально. Но все равно у них есть какой-то приоритет. То есть, одна из них важнее, другой всегда. Все делаем максимально просто. Отговариваем заказчика от всего лишнего. Дальше вот здесь мы еще применяем иногда теорию ограничений Голдрата. Это если заказчик такой вот прямо, что ему все равно хоть какой-нибудь план хочется видеть. Бывает, что в Excel рисуем критический путь. Там показываем, что вот у нас вот эта фича должна делаться после вот этой, и вот это после вот этой. Значит, мы вот таким образом они у нас связаны, и минимальный срок у нас вот такой. Мы сделать ничего не можем. Но к нему подстраиваться могут какие-то задачи, которые можно начинать делать в параллель. Главное, чтобы они вот в какой-то точке сошлись. Ну, там такое деревце интересное получается. Кто не читал книгу Голдрата, та самая цель, рекомендую почитать, потому что она как раз вот в том числе к процессу разработки тоже достаточно неплохо все это применимо. Ну, и мы всегда готовы к изменениям. Я уже говорила, что изменения – это хорошо, мы их любим. Мы заказчику, наоборот, говорим, меняйте все, что хотите. Если для вашего стартапа сейчас важно вот это, а не это, мы выкидываем что-то, двигаем дальше в бутылоги, вставляем то, что нужно делать сейчас. Это не является для нас проблемой. То есть мы не стоим, не стоним и не ноем. Ну вот, почему же ты нам не сказал этого месяц назад. Ну и сейчас начинается та часть доклада, которая уже не трехгодичной давности. То есть три года назад на этом все заканчивалось. Потому что единственный был наш метод – это управление вот этим процессом, договориться с заказчиком, чтобы он не хотел лишнего и все остальное. Но все понимают, что это не решение все. Это опять отговорки и попытки заказчика залечить на самом деле. Он же все равно хочет, мы же помним, все, зафиксированный срок, зафиксированные деньги. Опять же, на 100% мы эту проблему, наверное, не решим никогда, но мы можем к этому решению приближаться. Чего здесь не хватало в этой картинке? У нас там есть хороший переговорщик, который умеет с заказчиком общаться. Мы владеем кучей инструментов вот таких вот, которые помогают нам выявлять требования разными способами, замерять потом активность пользователей, смотреть, что на самом деле происходит, что надо менять и так далее. Вот все здорово, но нет инструмента для разработки. А разработчикам-то как код писать, чтобы во всей этой красивой картинке все было хорошо. И вот как раз про тот самый серверный фреймворк, который мы в итоге стали использовать в собственной разработке рассказывал Тюменцев час назад. То есть нам пришлось сделать свой собственный серверный фреймворк внезапно для того, чтобы мочь оценивать сроки, для того, чтобы не было экспоненты при изменениях и так далее. И еще мы таким образом научились работать с молодыми разработчиками. То есть нам не нужны зубры с рынка, которые там имеют десятилетний опыт разработки. То есть мы можем писать масштабируемые серверные решения со сложной бизнес-логикой, которая часто меняется со студентами. Почему со студентами удобно работать на стартапах? Даже вот ответ им мало платить надо, неправильный ответ. Им все интересно. То есть для стартапа они подходят идеально, потому что им интересно. Они думают не о том, что их там теща ждет вечером у нее день рождения и нужно еще заехать цветов купить. Они не об этом думают. Для них интересна задача и они с радостью, с горящими глазами кидаются ее решать. Особенно, если это у них первый там проект, второй проект. Поэтому с ними еще поэтому интересно работать. Что они еще, им все не надоело, они не стали там циничными. Такие, я просто перевидел, я тут все, это ваша разработка. Значит, итак, у нас есть свой собственный фреймворк. Я про него, к сожалению, не успею подробно рассказать, но посмотрите доклад Евгения. Но опять же, он уже много где про него рассказывал. Мы в кулуарах опять готовы про это продолжать. Мы сделали такую архитектуру, в которой компоненты очень простые, маленькие и полностью независимы. Полностью это означает, что они ничего не знают друг от друга. Ни один компонент напрямую другой не вызывает. Соответственно, мы можем сделать так, что девять женщин за месяц родят ребенка. Ну, это вот известная шутка тоже из книжки, по-моему, тоже мифический человек о месяц, что нельзя взять девять женщин, чтобы они за месяц родили ребенка. У нас стало получаться такие вещи делать, то есть мы задачу можем декомпозировать на эти компоненты. Достаточно просто раздать их разным людям, и от них требуется только одно – написать компонент, покрыть его юнит-тестами. Что такое компонент? Компонент – это маленький кусочек кода от трех до двадцати строк. он очень простой, это один метод. Какие тесты на него писать в целом понятно, потому что предусловие, постусловие ему задается. Нужен аналитик. То есть старший разработчик на команду требуется один, студентов при нем может быть хоть двадцать, в принципе. То есть обычно там требуется, я не знаю, три студента там над ними мидл, там над мидлом сеньор, там как-то это так, такие пирамидки строятся для того, чтобы вот ревью какие-то проходили, там еще что-то. У нас вот за счет этой архитектуры мы в принципе в этом не нуждаемся. То есть компонент может быть написан как угодно плохо с точки зрения качества кода. Это качество кода никуда не выходит за его пределы. То есть оно не растекается по проекту. Архитектура написана не студентами, они на нее влияние не имеют, поэтому вся их задача это реализовать маленький кусочек бизнес-логики. А дальше один проект, и мы уже словили такие, например, интересные вещи, что через некоторое время бэкэндеры начинают курить бамбук и отстают, ну и фронтендеры от них отстают. Почему? Потому что они новую функциональность пересобирают из старых компонентов. У них уже очень много написано, то есть им приходит кусок бизнес-логики, который нужно реализовать. Они говорят, а, ну тут мы половину переиспользуем, то есть переиспользуемость не в смысле давайте я унаследую этот класс и напишу здесь чуть-чуть по-другому, а в том смысле, что ты просто берешь готовый компонент, просто вставляешь, и он просто работает. Тесты на него уже написаны тоже. Ну то есть, соответственно, если тесты упали, это уже повод задуматься. Если компонент не работает в данной бизнес-логике, не бери его, напиши другой, это всего 10 строк кода. Пусть их будет два. Если они хоть чуть-чуть отличаются, не надо вкорячивать if в середину кода и говорить, если вот у меня вот такой процесс, то вот это, если вот такой, то вот это. Мы if и не используем вообще. Мы никогда не используем if и switch, и нам и все остальное. Как без этого жить, это вот приходите в кулуары, поговорим. Короче говоря, что нужно сделать для того, чтобы оценить срок? Нужно разбить задачу на цепочку компонентов. Ну это по сути workflow, бизнес-процесс. То есть мы его представляем в виде цепочки компонентов, посчитав их, мы можем сказать, сколько времени займет разработка. Ну то есть, среднее время разработки компонента, опять же, можно замерить в течение какого-то срока. Значит, у нас есть внедрение. К сожалению, вот тот проект, который был на дотнете, его уже там кто-то переписал. Там это был региональный сайт объявлений, типа Авито, только он был местный. Но там было пять разделов, там недвижимость, работа, там авто, еще там что. там был реализован, там были реализованы такие вещи, которые, например, на Автояндексе появились только в прошлом году. Вот. И все это было сделано пятью студентами и одним филологом. Филолог был в качестве аналитика, потому что там была система разбора запросов на естественном языке. То есть пользователи писали поисковые запросы на естественном языке. Было 90 тысяч правил разбора, 6 тысяч юнит-тестов на них написано было. И если пользователь искал матрешку, он находил все МАЗ-В3, которые были. Ну, то есть там много было таких интересных штук сделано, и все это делается со студентами. Заказчик, естественно, менял требования так, ну, в общем, как левая пятка захотела. Сейчас тоже я на другом проекте с другими студентами, которых мы набрали буквально прошлым летом, тоже делаю проект. И у нас уже тоже очень много раз менялась логика и часто бывало так, что довольно серьезные изменения в бизнес-логике делались за час или за два вместе с тестированием. Значит, и мы планируем, естественно, эту серверную платформу выложить в OpenSource. Я так думаю, что к концу этого года. То есть работа над этим уже идет, там документация, тьюториалы, там и все остальное. И я очень активно сейчас с разными группами студентов на занятиях университетских. Этот фреймворк опробую для того, чтобы у нас появлялись претензии к качеству документации, там фиториалам и так далее, чтобы мы это быстро устраняли. Написано это все на Java на данный момент, потому что со студентами так проще всего. То есть практически любой студент, который выходит после третьего курса из университета, там, ну, то есть они ищут работу, как правило, уже начиная со второго, третьего курса, посадить его на Java можно там за две недели максимум. А для того, чтобы он актеры эти писал, которые являются компонентами, там ему за день можно объяснить, что надо делать. Ну и вот, где их брать-то, этих студентов, то есть, ну, вообще разработчиков где брать. Понятно, что любого произвольного старшего разработчика с рынка я возьму, я ему буду, не знаю, месяц объяснять, почему нужно писать вот так, почему нельзя их писать, почему нельзя switch писать, ну, и так далее. То есть они смотрят такими глазами и говорят, ну, я так 10 лет программировал, как бы и нормально все было. Начинаешь про типичные проблемы рассказывать, вот такое у тебя было? Ну да. А такое? Да. А знаешь, что делать? Нет. Поэтому, студенты. Значит, мы проводим летние стажировки каждый год, и летняя стажировка идет в режиме стартапа, то есть два месяца, тех самых июль-август, студенты, вот вообще до этого ничего не знающие о промышленной разработке, никогда в жизни не писавшие ни строчки промышленного кода, садятся на реальные проекты. Они реальными были всегда, только у нас заказчики были искусственные. Мы сами придумывали какие-то задачи, либо мы проводили кастинг-идей среди самих студентов, то есть они пришли на стажировку, ну и, естественно, какие у них идеи, они все из года в год повторялись, мы уже просто после третьего года мы уже стали смеяться, что люди приходят и рассказывают то же самое. Мы уже знаем, что это не взлетит никогда такой проект, но почему-то у них именно эти идеи рождаются. Значит, там, например, сайт бесплатного обмена, там, чем-то, или еще что-нибудь, это вот у нас из года в год повторяется. Натуральный обмен, это прям вот идея у них номер один почему-то. Ну, видимо, такие проблемы у них, поэтому они там, дай погонять велосипед, там, еще что-то такое. То есть вот такие вещи. Поэтому в этом году мы решили поступить совсем по-другому. Мы проведем мероприятие в мае для стартаперов, ну, по всем правилам, там, значит, стартаперских мероприятий. отберем тех, у кого будут какие-то классные идеи, но у них нет возможности их реализовать, потому что либо они сами не программисты и не могут сесть и написать просто это все, либо у них там денег нет. Ну, то есть они готовы были бы там команду нанять, например, но у них денег нет. Но они готовы тратить время, то есть они готовы побыть в роли заказчика. Заказчик – это на самом деле тяжелая работа. Мои сотрудники, которые пробовали быть заказчиками, программисты, они после этого к заказчикам относились просто как к лапочкам. Я говорю, господи, это ж так сложно-то оказывается заказчиком быть. Они ведь, оказывается, не упыри. Ладно, что ты сказала. Вот. В общем-то, они ведь страдают и начинают лучше работать намного. Так вот, проекты у нас реальные, заказчики реальные, совершенно реальный рабочий процесс. То есть они полностью 8 рабочих часов в день, 5 дней в неделю, 8 недель работают. Каждую неделю у нас обязательная демонстрация проекта. То есть они сделали что-то за неделю, показывают, то есть устраивается общая демонстрация, они все друг другу показывают проект и своим заказчикам. Потом они от заказчиков получают обратную связь, придумывают, что они будут делать на следующей неделе, там и так далее. Как правило, все проекты в конце являются законченными в той или иной степени. То есть понятно, что все, что там хотелось, ну, нужно сделать еще поправку на то, что студенты вообще первый проект в жизни пишут, поэтому там какие-то проекты чуть более интересные с точки зрения наполнения фичами, какие-то чуть менее, но так или иначе всеми ими можно там пользоваться для тех целей, для которых они задумывались. Дальше у нас, поскольку никогда не хватало запала на то, чтобы эти проекты развивать дальше, именно с точки зрения продукта, то есть рекламировать их, привлекать туда пользователей, как-то их продвигать. Они все, естественно, поздыхали. Поэтому сейчас мы хотим, чтобы это был кто-то другой, чтобы какой-то человек действительно очень сильно заинтересованный в том, чтобы проект жил, пришел, и дальше этот проект начал тянуть. То есть MVP мы ему сделаем, но дальше пусть он вот займется тем, чтобы там поискать инвестора, может быть, там попривлекать пользователей, там все остальное. Вот. Ну и потом еще вот по опыту прошлых лет, два месяца летней стажировки, мы их берем на работу, потом еще два месяца внутри компании еще немножечко дотачиваем, и уже где-то с ноября они садятся на реальный проект. В этом году что-то мне подсказывает, что с учетом того, что мы будем сразу же на вот этом фреймворке их обучать, раньше мы брали Spring, кто Java знает, то есть мы на Spring делали проекты, а потом переучивали. Сейчас мы решили сразу уже не мучиться, поэтому скорее всего в этом году еще быстрее получится. Ну вот, я тут немножко книжечек и статей кинула, тут и Саша Бендию есть, и Боря Вальфсон есть, который книжку про гипотезы и методологии разработки написал, и Голдрад, я ссылку не стала давать, потому что три нижних, они как бы свободно распространяются, а тут сами гуглите, я на пиратский контент не буду давать ссылочек. Но ее можно даже в бумажном варианте, я думаю, еще купить. Презентации же выложат, наверное. Фотографируйте, конечно, но я думаю, дня через два-три они все появятся. Вот. Собственно, спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что вы зададите какие-нибудь интересные вопросы. цель нашего летнего проекта, Да, наша цель как компании это обучить себе разработчику. В этом году мы будем, да, привлекать реальных заказчиков, то есть у заказчика будет цель получить MVP бесплатно, у нас будет цель обучить разработчиков, и если в итоге мы получим такую штуку, которую захочется развивать, мы просто войдем в небольшую долю и будем дальше с этим стартапом работать. Мы ему предложим бесплатную разработку только вот эти вот два месяца, то есть MVP два месяца. А дальше у меня уже есть мысли, как это дальше двигать, то есть мы сейчас ведем переговоры с Фрии, например, на тему того, чтобы потом этот человек со своим MVP мог пойти, например, в акселератор Фрии, получить инвестиции и так далее. Во Фрии без MVP не берут. То есть ты должен подтвердить, что ты уже что-то сделал, что ты, ну, как бы, не просто так, с идеей из голой пришел, а вот у тебя уже есть задел некий. Вот это будет в Омске происходить, да, но заказчики, в принципе, мы готовы к тому, что кто-то может оказаться удаленно. Ну, то есть это нормально, если кто-то там по скайпу будет с командой созваниваться, например. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это были местные ребята, так проще просто. Личное общение все равно очень много дает. Я контакты верну. Сайт можно сильно не смотреть. Он у нас не является инструментом продаж, он является инструментом продаж, только стажировки. Значит, ретроспективы мы проводим в зависимости от необходимости. Например, я провожу 4 конференции в год, и по каждой конференции, естественно, всегда проходит ретроспектива, да, но она вот прошла конференция, ретроспектива. Вот на этих проектах ретроспективы раз в неделю. Ну, и вообще, когда мы делаем MVP в режиме двух месяцев, то ретроспективы раз в неделю. То есть раз в неделю обратная связь такая большая от заказчика. Понятно, что мы его слушаем всегда, когда он пишет. Но такая вот именно демонстрация с обратной связью, с ретроспективой, это раз в неделю. Чаще просто смысла нет особого. Если у вас через некоторое время просто ретроспектива начинает немножко сходить на нет, потому что когда большинство проблем устранено, уже особо не о чем поговорить, тогда их можно реже делать. Или по мере необходимости. Иногда разработчики подходят и говорят, слушайте, что-то у нас вот разладилось, давайте проведем ретроспективу. И пару раз бывало так, что вот внеплановая ретроспектива выявляла какие-то очень интересные проблемы, с которыми мы в итоге, ну, когда мы их решили, просто все пошло существенно быстрее и проще. Не ответила? Ну, да. То есть ретроспектива, по идее, она по каждой итерации. А ретроспектива всего проекта, да, она в конце. На каждой итерации это обязательно нужно делать, потому что вы можете какую-то проблему не замечать, а она вам сильно мешает. На ретроспективе выявили, уже на следующей итерации вы можете сделать по-другому. Ну, и проверить, опять же, это решило или не решило. сейчас у нас ситуация следующая. Поскольку сам фреймворк находится в разработке, есть какие-то люди, которые пишут фреймворк, и есть тут же люди, которые на нем что-то пишут. Периодически им приходится фиксить что-то в самом фреймворке сейчас. Но сейчас вот такая ситуация. Им приходится лезть в код, им приходится смотреть, что там происходит, и они пул-реклесты шлют на какие-то фиксы там. Это первый момент. Второй момент. Если им надоест, то есть они быстро научатся писать эти простые компоненты, захотят какого-то там архитектурного мяса, они полезут в разработчики самого фреймворка. его мы будем писать еще долго, не в том смысле, что все, что нужно для написания серверов, оно уже готово. Но там есть столько вещей, которые еще можно с ним делать, например, автоматическая подстройка под нагрузки на лету, всякие эти оркестрации автоматические на сервера и все остальное. То есть там бесконечное количество работы, которое можно делать. Если человек захочет расти технически, он может переползти в разработчики фреймворка. Если он захочет расти в другую сторону, например, в аналитике, он полезет в проектирование цепочек, он полезет в то, как из требований заказчика собрать цепочку и переместиться в сторону аналитики. Ну и третий вариант менеджера, естественно. То есть, в принципе, все три пути для них открыты. Кроме того, вот есть еще часто задают такой вопрос, а вот вы их привяжете к своему фреймворку, они потом ни на чем писать не смогут. Да смогут, но только плеваться будут, потому что, ну, основной типичный код, который пишется на большинстве проектов, он же глючный, костыльный, как я не знаю что. То есть, любой иф это костыль. Я сейчас не буду эту мысль развивать, ну, просто подумайте о ней. Вот. Соответственно, мы их учим правильным принципом. То есть, они понимают на практике, что такое солид, почему оно полезно, почему не надо переписывать код постоянно, почему изменение бизнес-логики не должно делаться переписыванием кода и так далее. То есть, с таким багажом знаний они довольно быстро станут сеньорами хоть где. Я ответила? Кстати, была рука. Пока нет. Мы готовим его к этому. То есть, пока мы сами его используем, то есть, мы на своих проектах пока тренируемся, чтобы основные все косяки словить. Но у нас уже в продакшене несколько проектов. Нет. У нас полностью все свое. То есть, там из чужого голая Java только и Netty для сетевого взаимодействия. То есть, нам нужен асинхронный сетевой протокол, поэтому Netty. Нет. Мы, смотрите, там есть несколько вариантов конфигурации даже самой архитектуры. У нас основное преимущество не в скорости, а в том, что, точнее так, в скорости внесения изменений. Но по тестам производительности, которые мы проводили, у нас и они достаточно хороши. То есть, вы знаете, что такое РТБ, да, Real Time Bidding в интернет-рекламе? То есть, мы тестировали на проекте под РТБ и мы в их требования по производительности мы укладывались. То есть, там среднее время ответа 5 миллисекунд, поиск рекламного объявления среди там что-то, ну, там какие-то десятки тысяч были там и сколько-то там сотен критериев. То есть, это достаточно быстро на самом деле. Ну, там смотрите, как происходит. На том проекте, который мы сейчас пишем со студентами, которым я руковожу, там магического человека нет, я им это доверила. То есть, они сами это все делают, потому что там очень хорошие студенты, умненькие. Понятно, что они тоже могут ошибиться, но мы просто глупеньких не берем, потому что у нас уже довольно высокий конкурс на стажировку, то есть стажировка в городе очень известная, и студенты просятся хорошие. И из 150 заявок мы 25 самых лучших уж как-нибудь можем отобрать. Поэтому студенты, на самом деле, очень умные, им, конечно, можно доверять и другие вещи. Там есть просто конфиг, в котором описан бизнес-процесс. То есть, что нужно сделать? Нужно написать компоненты и вписать его в конфиг. Ну, в принципе, эта задача несложная. Тут фокус-то в чем? Что поскольку у нас эти цепочки обработки, они независимы полностью, в тот момент, когда ты ее реализуешь, тебе не надо думать про все остальное, не надо держать в голове всю предметную область вообще. И этим тоже упрощается задача очень сильно. К сожалению, пока нет. Вот на том .NET решении, которое у них было, он был визуальный. То есть, там у них это было уже все написано. То есть, у них была библиотека компонентов, библиотека конфигурации. Можно было мышкой перетащить там на сервер, что вот эти компоненты туда, конфигурацию сюда. То есть, у них это все было сделано. В джавовской версии, которую мы начали писать в конце прошлого года, ничего этого еще нет, но мы это делаем. Пока мы учимся с текстовыми конфигами, но, в принципе, они не так страшны, как кажется. Кто пробовал в Spring'е XML-ки править, тот знает, что, в принципе, JSON-овский конфиг на несколько сотен строк не так страшно, как может показаться. Уходить в аннотации мы не будем по той простой причине, что мы специально выносим за пределы кода все, что может быть связано с бизнес-слой. Пока нет. То есть, мы планируем где-то к лету, наверное, ядро само выложить, но, опять же, я сейчас не могу это гарантировать. Сами понимаете, что мы сейчас фреймворк разрабатываем за свой счет. Поэтому бывает, что разработчики фреймворка иногда отвлекаются все-таки на заказные проекты. Мы стараемся этого не делать, но бывает. Поэтому тут мы сроков таких жестких себе не ставим. Но я к тому, что использовать мы его уже можем, просто пока мы не можем отдать его использовать кому-то другому, без наших вкусных объяснений, некоторые вещи пока непонятны. Мы не успели это описать. Но процесс идет. Чем? Фреймворком? Ну, нам нужно делать его популярным для того, чтобы заказчикам его предлагали. Сейчас заказчикам очень сложно объяснить, почему мы не берем готовые решения с рынка. этот процесс иногда затягивается. То есть я стараюсь не работать с заказчиками, у которых есть условный сосед, который им подсказал. То есть часто бывает так, что у заказчика есть технический консультант, у которого, так сказать, квалификация не выдерживает никакой критики, но заказчик ему доверяет. И вот такой консультант приходит и говорит, здесь надо брать вот это, вот это и вот это. А ты понимаешь, что вот эти три вещи на одном проекте вообще лучше никогда не сочетать, но заказчик верит этому человеку. И вот против этого нам нужен опенсорсный проект для того, чтобы можно было его показать, чтобы там была какая-то жизнь, чтобы было видно, что кто-то им пользуется, показать проекты, которые на нем сделаны. Мы сейчас свой собственный один стартапчик делаем совместно с Максимом Дорофеевым и на него тоже еще надежда есть, что если мы его выкатим, то уже будем говорить, что вот на этом сделано. То есть наша задача сейчас его популяризировать для этих целей. В принципе, у меня время уже вышло. Если кто-то хочет продолжать разговаривать, можно там куда-то дальше переместиться. Спасибо большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!